Привет! На тесте у смартфон UE 300-долларовый Android смартфон с 5-дюймовым HD-дисплеем. Вполне неплохой 8-мегапиксельной камерой, которая способна снимать Full HD, гигабайтом оперативной памяти и 4-ядерным процессором. Все это ZTE Grand X Quad. Чем еще богата новинка? Смотрим далее. Доминирующим материалом корпуса данного смартфона выступает пластик. Из него здесь фактически вся тыльная панель, а также боковые грани. Фронтальная часть полностью покрыта закаленным стеклом. Оно здесь прикрывает не только, собственно, сам дисплей, но и также сенсорные кнопки чуть ниже него. Есть в корпусе и металл, но последнего немного. Всего лишь пара вставок и окантовок функциональных элементов, не более того. Подгонка элементов между собой никаких претензий у меня не вызвала, но вот сам пластик скрипит, правда, самую малость. В руке трубка располагается удобно. Навигация по меню, несмотря на то, что говорим мы о 5-дюймовом аппарате, вполне удобная даже пальцем руки удерживающая устройство. Исключением в этом плане является только один элемент – кнопка включения-выключения питания аппарата. Ее почему-то производитель вынес на верхний торец, и это несмотря на то, что на правой боковой панели ни кнопок, ни разъемов не предусмотрено. Передняя панель аппарата разделена между дисплеем, тремя сенсорными кнопками ниже него, а также фронтальной 1-мегапиксельной камерой, прорезью динамика связи плюс датчиками освещенности приближения и индикатором отображения некоторых событий. В теле тыльной панели, которая, к слову, полностью прикрывается крышкой аккумуляторного блока, заметна прорезь под глазок основной 8-мегапиксельной камеры, а также глазок вспышки. Стоит отметить, что два последних несколько приподняты над тыльной панелью и по-своему защищены пластиковой подложкой. Выглядит интересно, но на практике эта подложка полна потертостями. Помимо камеры и вспышки на тыльной панели еще логотип компании, а также прорезь динамика громкой связи. Правая боковушка, как уже отмечалось выше, никаких функциональных элементов не получила, а вот на левую производителем вынесена спаренная кнопка регулировки громкости звука, а также порт microUSB. На верхнем торце, кроме упомянутой кнопки включения-выключения питания аппарата, имеется один из выходов микрофона, а также классический 3,5-мм аудиоразъем для подключения стандартных проводных наушников. Еще один вывод микрофона обустроен на нижней грани. Здесь же находится небольшой зазор, необходимый для того, чтобы пользователь мог снять крышку аккумуляторного блока. С выполнением последней процедуры никаких трудностей нет. Пятидюймовый HD IPS дисплей с поддержкой сенсорного управления 10 пальцами одновременно, хорошими углами обзора, защитой в формате закаленного стекла и автоматической регулировкой подсветки. Все это здесь есть и реализовано оно в лучшем виде. Кстати о стекле. В процессе знакомства с трубкой не обошлось и без моих традиционных издевательств. Трение по поверхности ребром монетки. Должен признать, старания мои были тщетные. Даже незначительные отметины по итогам этих манипуляций не образовались. Официально заявлено 4 гигабайта встроенной пользовательской памяти. Однако на практике доступно чуть меньше трех. 1 гигабайт – внутреннее хранилище, а еще 1,8 – память телефона. Расширить штатный объем можно при помощи карт памяти microSD. Максимальным объемом 32 гигабайта включительно. Слот расположен под крышкой аккумуляторного блока, но обустроен так, что пользователю доступна горячая замена карт памяти. Кроме того, имеется возможность выбора носителя. В память которого будут устанавливаться приложения. Емкость съемного аккумулятора – 2500 мАч. Тестирование при различных условиях проводилось при помощи тестера батарея HD. Перед вами результаты. Смартфон оснащен двумя отдельными динамиками. Громкой связи, а также внутренним или коммуникационным. Скажу прямо, к ним у меня претензий не возникло. Качество звука как в первом, так и во втором совершенно никаких претензий не вызывает. Мощности вполне достаточно. ZTE Grand X Quad работает под управлением операционной системы Android 4.2.1 из коробки. Об обновлении до более свежего релиза лично я на данный момент ничего конкретного не встречал. Перед вами результаты тестирования производительности. Аппаратно внутри четырехъядерный процессор MediaTek MT6589, тактовая частота которого 1.2 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти и отдельный графический чип. Добавлю также, что оболочка работает плавно, а загрузка даже емких приложений длительными раздумьями не сопровождается. Среди беспроводных интерфейсов отмечу Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Кроме того, здесь же Bluetooth с четвертой редакцией, VPN, а также возможность задействовать свой Grand X в режиме точки доступа. Поддержка режима Dual SIM реализована стандартным образом. Однако на пользовательском уровне можно задать свои приоритеты, для чего в меню предусмотрен соответствующий подпункт. 8-мегапиксельная камера с неплохой системой автофокусировки, вспышкой, а также большим количеством настроек и режимов съемки способна на вполне удовлетворительное качество фотографий. Кроме того, камера умеет писать видео с разрешением Full HD. С тестовым контентом вы можете ознакомиться в нашем текстовом обзоре на портале Smartphone.ua. Что ж, аппарат выглядит интересно. Добротная сборка, хорошее оснащение и производительность, HD-дисплей с IPS-матрицей и цена в 300 долларов уверенно говорят о том, что этот смартфон найдет своего покупателя.